И мне классно, и я люблю, и мне, я не знаю, мне хочется все свое свободное время сидеть, прописывать сироглифы. Мои родители сразу начинают говорить, типа, тебе надо соглашаться, тебе надо обязательно ехать, да что тут думать, и так далее. То, возможно, я просто отсюда сбегу через пару дней или через неделю. Я больше не выдержу, я уеду домой, потому что мне страшно, плохо, я не хочу здесь быть. Всем привет, меня зовут Наташа Васильева, это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты». Очень рада вас всех видеть, сегодня, можете видеть, я такая вся в домашнем. Это потому, что у меня отпуск долгожданный на неделю. Предыдущие четыре дня мы с Юрой путешествовали по Калифорнии, где, кстати, мы сняли первый эпизод нового нашего совместного Юры с Юрой подкаста. Он уже вышел к моменту выхода этого видео, поэтому, кто не видел, переходите, смотрите. Там немножко другой формат, там мы обсуждаем отношения, вопросы ментального здоровья, терапию и все вот такие вещи. Кому интересно, добро пожаловать. Вот, еще я вам хотела сказать спасибо огромное всем, кто недавно подписался на канал, и тем, кто давно тоже спасибо. Вы меня безумно мотивируете, мне хочется снимать еще больше и больше видео, придумывая для вас новые форматы. Поэтому, да, я заряжена энтузиазмом, мотивацией, поддержкой от ваших комментариев, лайков. Это безумно приятно. Но теперь не буду вас больше задерживать, давайте перейдем к теме этого видео. И сегодня я хотела рассказать свою историю изучения китайского языка. Такая необычная тема, да? Но на самом деле китайский язык — это то, что очень сильно на меня повлияло. В плане не сам язык, а все истории с ним связанные. То есть, во-первых, я съездила на год учебы по обмену в Китай, где, мне кажется, мое мировоззрение просто перевернулось с ног на голову. А, во-вторых, китайский язык дал очень большой буст моей карьере, когда вот я только-только закончила университет. Мне кажется, там, свои первые работы я получала именно благодаря китайскому языку. Вот такая небольшая затравочка, а сейчас я начну рассказывать всю свою историю с самого-самого начала. Почему я вообще начала учить китайский язык? Потому что на других видео мы уже говорили, что и я, и Юра, мой муж, мы учились в МИФИ, в Московском инженерно-физическом институте, на специальности, которая очень необычная, странная для этого университета. Это международное отношение, международное научно-технологическое сотрудничество. Вот так записано в моем дипломе. Одним из аспектов этого обучения были языки. Мы изучали английский язык на очень хорошем уровне, а помимо него нужно было выбрать еще один язык. И языки были французский, немецкий, испанский, китайский. И как я выбрала китайский? Во-первых, я, наверное, бы подумала выбрать испанский язык в какой-то момент, но испанский язык я учила до этого в лицее. Учила я его четыре года, и у меня был какой-то, ну, такой базовый уровень языка, наверное, стремящийся к интермедиат, но не достающий до туда. И я подумала, окей, как бы какой смысл мне начинать учить испанский язык с нуля опять? Как бы с одной стороны, это возможность скипнуть занятия и ничего не делать, но с другой стороны я подумала, что, ну, окей, всегда успеется, как бы это самый легкий вариант, я могу всегда пойти на испанский, но у меня есть возможность выучить еще один язык и сдавать испанский экстерном, потому что я его так или иначе знала, по крайней мере, там первые несколько курсов я была уверена, что я могу сдать, вообще ничего не делая. Ну, потому что ребята учили его с нуля. И в чем еще была специфика китайского языка? В том, что он начинался на один семестр раньше, чем другие языки. И это было сделано специально, потому что на китайский язык изначально записывались довольно много людей, мне кажется, больше половины из людей, которые записывались, они бросали этот язык, ну, объективно, потому что он сложный, потому что он не похожий ни на что другое, что, ну, на другие языки, которые мы изучали, и не похож на европейские языки, которые предлагались вместо китайского языка. И объективно на выполнение домашних заданий нужно было тратить какое-то безумное количество времени. Я помню вот свои вот эти вот первые полгода, мне, честно, казалось в какой-то момент, что в институте я в основном учу китайский язык. Ну, еще математику с физикой приходилось учить, но большинство моего времени, вот, которое я действительно делала домашние задания, были домашние задания по-китайскому. Это были какие-то безумное количество прописей, которые мы писали, потому что когда ты видишь иероглиф, когда ты еще не понимаешь, когда ты не знаешь, там, графемы части этого иероглифа, из чего он состоит, почему он так формируется, для тебя это просто какая-то безумная картинка, в которой нет никакого смысла, и тебе нужно ее запомнить. А еще тебе нужно запомнить произношение, которое, по сути, вот как, допустим, в английском языке вы учите слово, вы учите его перевод. Вот в китайском языке аналог этому это будет произношение слова и его перевод. Но помимо этого вам еще нужно запомнить какую-то безумную, абсолютно нелогичную, рандомную картинку. Это очень-очень трудоемкий процесс, особенно поначалу, пока в этом нет никакой логики, пока это просто зубрежка и вот прописывание, 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 набивание руки. Соответственно, поэтому студентам давался шанс такой начать изучать китайский язык на один семестр раньше, чем другие языки. И если человек понимал, что китайский не для него, он не хочет на это столько времени тратить, и ему неинтересно, он всегда мог перезаписаться на другой язык, как многие делали. И на самом деле я думала, что, возможно, это тоже и мой путь в том числе. То есть я думала, окей, я сейчас попробую. Меня никто не заставляет это делать. Все мои окружающие, когда я говорила, что я пошла на китайский язык, были в шоке. И окей, я думала, я ничего не теряю. У меня есть возможность бесплатно попробовать изучить новый навык и потом его прекрасно бросить, если у меня ничего не получится. И при этом я не чувствовала вообще никакого давления. То есть я чувствовала, что если я его брошу, то мне никто слова не скажет, что это что-то постыдное или укорит меня в этом. То есть все были в шоке, что я, в принципе, начала его изучать. Ну, я сама была в шоке. И я как бы давала себе свободу. Я помню, что я не давила на себя в тот момент. Я сказала себе, это просто попытка. У меня может не получиться, у меня, вероятно, не получится. Ну, и хрен с ним. Вот, и на самом деле я сейчас понимаю, что вот такое отношение, оно очень полезное по жизни. Потому что, когда есть дополнительное давление, излишнее, это, во-первых, очень многих людей это иммобилизирует. То есть человек просто даже не может начать, потому что он боится неудачи. А, во-вторых, вот это вот давление, оно создает тревожность в моменте. А тревожность отбирает очень много сил, энергии, которые можно потратить как бы на изучение навыка. Вот. Ну, как я говорила, у меня никакой тревожности не было. Мне было прикольно. И я была в шоке, насколько я втянулась. То есть для меня сначала это было, окей, я попробую, это будет сложно, возможно, я брошу. Потом я поняла, что я сижу там, не знаю, ну, минимум по шесть часов в неделю. Вот я помню эту цифру, шесть часов в неделю, это был минимум-минимум, сколько я тратила на выполнение домашних заданий. И мне классно, и я люблю, и мне, я не знаю, мне хочется все свое свободное время сидеть, прописывать сироглифы. Как бы странно это ни звучало, это было действительно так. У меня были первые мои полгода, у меня было помешательство на китайском языке, мне очень нравилось. Хотя я бы не сказала, что это очень благозвучный для меня лично, язык, но вот это вот погружение во что-то абсолютно неизвестное. И в то же время я замечала прогресс, я замечала, что у меня получается. Я была далеко не лучшей в группе, но я была как бы там где-то, я не знаю, топ 30% лучших. И меня это все мотивировало, и я продолжала. И когда пришло время уже точно выбрать язык, у меня не оставалось вообще никаких сомнений, что я выбираю китайский. И испанский, кстати, да, я как и планировала, я пошла его сдавать экстерном. То есть я записалась на испанский язык. Но опять же, у меня не было никакого давления в тот момент. Я думала, окей, может быть, там на четвертом-пятом курсе мне будет сложновато на испанском, потому что они будут уже... мне уже придется его учить дополнительно и так далее, чтобы сдавать экзамены. Но я думаю, окей, у меня два языка, обязательный один, в смысле три, английский, китайский, испанский, обязательных два. Испанский я могу бросить в любой момент, это не повлияет на мой диплом. Поэтому я так и сделала. Со второго курса я параллельно учила китайский и испанский. И на испанский, соответственно, на пары я не ходила, я просто приходила на экзамены. Соответственно, учила я китайский весь университет с второго семестра первого курса. Всего мы учились пять лет, мы тогда учились на специалиста. Это было вот до того, как в России появилась вот эта баллонская система бакалавр-магистр, то есть специалисты где-то посередине между бакалавром и магистром, соответственно, пять лет. Но еще была такая возможность в нашем университете, конкретно если человек хорошо учится, конкретно по китайскому языку, его могли выбрать, чтобы поехать по обмену после четвертого курса, это было, я помню, на год учиться в Китае. То есть люди брали академ на год, уезжали учиться в Китай, там они учили только язык на протяжении года, а потом возвращались обратно и вот заканчивали пятый курс. И я, если честно, никогда не думала, что я поеду в Китай, потому что, опять же, я говорила, что я была довольно сильной студенткой, но я не была лучшей в группе, и обычно ехало два человека из группы. И я явно не была ни первой, ни второй. Я это прекрасно для себя понимала, поэтому, да, у меня даже мысли не было, что я поеду. То есть я бы, наверное, хотела бы, но боялась и так далее. Но я говорю, я думала, что просто я не поеду, всё, меня не выберут, потому что объективно были ребята, которые ещё занимались дополнительно на курсах и так далее, и уровень у них был выше. Плюс в начале третьего курса завязались наши отношения с Юрой, и вот, соответственно, там середина четвёртого, когда объявляли, кто поедет, кто не поедет в Китай, у нас было, ну, наверное, только как раз год нашим отношениям, и вот я вся вот в этих отношениях. Я вообще плохо представляла себе, как это вот взять и уехать на год от любимого человека. То есть мне это было равно расставанию. Когда там тебе 20 лет, мне было тогда 20 лет, год воспринимается вообще как вечность. То есть мне вообще было сложно представить себя через год, что такое я через год. Это вообще какая-то новая, абсолютно непонятная, неизвестная жизнь, да. И тут неожиданно мне звонит моя преподавательница и говорит, Наташа, ты не хочешь поехать в Китай по обмену? Я такая, вау. То есть я была вообще в растерянности, я не знала, что ей сказать. Ну, она мне звонит, она говорит такая, ну, я на тебя не давлю, у тебя, конечно, есть время подумать. Она поняла, что я немножко замешкалась. Она говорит, вот, одна девочка уже отказалась. Ну, ты как бы подумай, если ты хочешь отказаться, пожалуйста, скажи мне побыстрее, потому что, ну, я предложу ещё кому-нибудь. То есть есть люди, которые хотят поехать. То есть как бы потому я поняла, что я была третьей вот в этом списке на то, кто поедет в Китай. И я помню, что это был, о, Господи, это был такой неловкий момент. Мы ехали в тот момент в машине с моими родителями праздновать мой день рождения на моей даче и вместе с Юрой. То есть в машине были мои родители, Юра и я. Мне звонит преподавательница, я с ней разговариваю. Я в полном шоке, я вообще не понимаю, что происходит. То есть у меня даже, я не начала ещё даже думать, вообще хочу я поехать или нет. У меня просто какой-то сюр в голове, у меня ощущение нереальности происходящего. Родители у меня начинают или Юра спрашивать, что случилось, типа, что происходит. И я говорю, что вот позвонила мне преподавательница, предложила мне поехать в Китай. И тут на меня обрушивается ещё спектр чужих эмоций. Мои родители сразу начинают говорить, типа, тебе надо соглашаться. Типа, вообще нельзя упустить такую возможность. Это же возможность одна на всю жизнь. Тебе надо обязательно ехать. Да что тут думать? И так далее. А Юра сидит молча в машине. Я помню, ну, если я правильно это помню, с белым лицом. И видно, что ему очень хреново. И я чувствую давление с родителей, которые очень воодушевлены и уже начинают обсуждать, как это будет классно, что я поеду в Китай и так далее. Я вижу Юру, который невербально транслирует весь спектр негативных эмоций по этому поводу. И я чувствую, что я просто не справляюсь. Господи, мне казалось, в тот момент моя голова отключилась. То есть, ну, честно, я могу вам сказать, с точки зрения человека, который находился в той ситуации, если вы видите, что рядом человек в замешательстве от какого-то очень важного жизненного решения, которое ему нужно принять, постарайтесь не давить на него своими эмоциями. Потому что, если человек и так в замешательстве, ему сложно справляться, ему сложно думать. А если на него обрушиваются чужие эмоции, то это вообще, как сказать... Короче, это перегружает процессор конкретно, потому что уже сложно отличить, где твои эмоции, где не твои эмоции, и так далее. Вот. В общем, такая история. Я помню, что, да, начался очень сложный период. Очень-очень сложный. Это где-то заняло полгода оформление документов. Ну, как вы уже поняли, я приняла решение ехать. Это было очень сложное решение. Естественно, Юра, причем, был поддерживающим. То есть, он принял это мое решение. Единственное, что ему нужно было, ну, в начале ему нужно было время как-то с этим свыкнуться. И я вела себя довольно мерзко. Я помню, что вечером в тот день, просто из-за того, что у меня уже голова шла кругом, я просто уже хотела... Мне на самом деле просто хотелось, чтобы меня все оставили в покое, чтобы меня оставили одну, и мне дали подумать, чего мне не давали, потому что мы, блин, праздновали мой день рождения. Мы приехали к родственникам, они все сразу же начали обсуждать Китай. Просто хотелось, господи, мне хотелось провалиться сквозь землю, мне хотелось не быть там. И я помню, что вечером мы что-то обсуждаем с Юрой, он недовольный. Точнее, я пытаюсь с ним что-то обсудить. Юра не хочет со мной разговаривать. Видно, что у него очень много эмоций, что ему очень неприятно. Я видела, что ему было очень неприятно находиться, в принципе, на этом дне рождения, где все мои родственники с энтузиазмом это обсуждали, как будто Юры там вообще не было. И я ему в тот момент сказала еще что-то из серии, что если ты не можешь меня отпустить, то ты меня не любишь, возможно. И я очень сильно пожалела, что я об этом сказала. Я не хотела этого говорить. Юра мне долго это припоминал. Вот уже перестал. Уже перестал. Наверное, последние, ну, не знаю, может быть, года три-четыре Юра об этом не вспоминала, но до этого припоминал мне очень много раз. И как бы я понимаю абсолютно резонно, блин, я не должна была этого говорить. Я говорила это, потому что я была маленькой глупой девочкой, вообще абсолютно запутавшейся. Ну, так вот, пошел вот этот год, когда мы собирали документы. Господи, сколько там было бюрократии, это было так ужасно сложно. Я была... Мне очень повезло, мне очень повезло, что вот нас двоих выбрали из группы, я и еще одна девочка. А еще с нами поехал наш однокрупник. Но он поехал не потому, что его выбрали, а потому, что он занимался на курсах еще дополнительно. Это были курсы Институт Конфуция, по-моему, это называется. Это огромная организация курсов китайского языка, самая крупная. У них есть курсы вообще во многих городах России, во многих городах мира. И это вот как бы такой, ну, как сказать, короче, самый-самый известный курс китайского языка. И он на эти курсы, соответственно, ходил, ну, понятно, чтобы учить язык, но и потому, что от этих курсов была возможность поехать в Китай. И вот, собственно, что он и сделал, его не выбрали, но он смог поехать от этих курсов. И получается, документы мы собирали все втроем, и мой одногруппник Слава, я была благодарна ему очень сильно в тот момент, потому что мне, честно, кажется, абсолютно точно, я могу сказать, что без Славы я бы не уехала в Китай. У меня просто голова шла кругом от всех этих документов, и я абсолютно не могла в этом разобраться. То есть, когда я видела эти списки, мне просто, у меня опускались руки, я не могла ничего делать. То есть, там были какие-то там справки от того, от всего, там какая-то выписка из университета, и так далее. Я даже не знала, господи, с чего вообще начать, к кому мне идти за этими справками. Не, ну если бы я села и подумала, вот так успокоилась, перестала нервничать, когда я видела эти списки, перестала там мне трясти от этого всего, и плюс еще от эмоций, от того, что я еду, блин, в Китай, мне было так страшно, мне было безумно страшно от этого. И вот Слава нас прям спасал. Он продумывал весь план, он просто нами руководил, он говорил, вот ты идешь туда, берешь то, вот разговариваешь с тем-то, тебе нужно вот это вот у него спросить, вот этот документ попросить, и так далее. Там вот в такой-то день мы, значит, все идем в поликлинику, на диспансеризацию, там ради медицинской справки. В такой-то день мы, значит, едем в министерство. У Славы еще была машина, я помню, он нас, соответственно, подбирал где-то, и вот мы вместе с ним на машине ехали туда. В министерстве у Славы просто была какая-то, я не знаю, это суперсила его была в том, чтобы договариваться с людьми и с бюрократами. Они влюблялись в него моментально, потому что Слава был очень такой добрый, приятный, обаятельный человек, и в него все влюблялись, вот все вот эти вот, в основном там были пожилые женщины, он им делал кучу комплиментов, они ему сразу улыбались, все-таки были довольны, и сразу же хотели с нами разговаривать и поправлять наши документы. Но несмотря на это все, на самом деле, мне кажется, подали мы реально документы, попытки с десятой, потому что мы приезжаем туда, мы привозим все документы, как просили, там все пронумерованно, у Славы разложено по папочкам, там и так далее. Нам говорят, вот это неправильно, вот это неправильно, вот здесь поправьте, вот здесь переделайте, и так далее. Мы такие, окей, уезжаем, переделываем все, причем мы записывали все по пунктам, мы как бы, благодаря Славе, мы были очень организованными, Слава нас организовывал. Мы приезжаем обратно, у нас все поправлено, все сделано, как нужно было. Нам говорят, а еще вот это, вот это и вот это. И мы такие, блядь, почему нельзя было это с самого начала сказать? В чем ваша проблема? Вы смотрели все наши документы? Ну, естественно, мы им это не говорили, но вот выходя из министерства, мы такие, твою мать, почему мы потратили опять полдня на вот эту вот хрень? Потому что, да, еще доехать нужно было, я помню, мы прогуливали занятия ради этого и так далее. Мы, значит, возвращались обратно, опять переделывали все документы, опять переезжали, нам опять говорили, окей, это вы поправили, а сейчас еще вот это, вот это, вот это. И вот так раз 10, ей-богу. Я помню, что вот это был момент, когда я столкнулась вот с этой бюрократией. Я поняла, что если ты переезжаешь куда-то, даже не эмигрируешь, а просто едешь поучиться, это капец сколько бумажек, и тебе ничего не гарантируется в процессе. То есть ты делаешь, ты исправляешь, и потом получается, что получается. Типа, я тогда вот немножко так вошла в дзен и поняла, приняла для себя такую концепцию, что делай, что можешь, и будь, что будет. Ну, причем, на самом деле, это ни хрена не смешно, то есть мы жили там в Москве, и мы могли там в любой момент взять и там сесть в Славину машину, доехать до этого министерства, получить там фидбэк, очередной список того, что нам нужно переделать. А были ребята, которые из регионов подавали документы, они подавали документы по почте. Они собирали все эти документы, клали в конверт, отправляли почтой России, которые не славятся своей скоростью, это занимало там, не знаю, две-три недели. Посольство получало эти документы, оно их обрабатывало. Когда мы приезжали туда лично и Слава улыбался всем этим тетушкам, нам давали фидбэк сразу же, то есть вот нас проверяли, при нас документы, и вот мы стояли записывали. Этим отвечали по почте, то есть это, опять же, если вам отвечают по почте, это обычно не первый приоритет. И мы, я помню, что тогда поняли, что там, я не помню, сколько была квота, то есть там была квота в год, там столько-то студентов иностранных в Китае готов принять, и в том числе, там столько-то студентов из России. Она никогда не заполнялась, причем она не заполнялась там из Сирии, не то, что там 90%, а не 100% заполнено, а там было, я не помню проценты, там было очень сильно меньше 50%, сколько заполнялось. И все это было из-за того, что просто люди не успевали подать документы, потому что пока они получали вот этот вот фидбэк туда-сюда, у них заканчивались сроки. Помню, что мы на самом деле, кстати, немножко внесли свой вклад. Я помню, что когда мы вернулись из Китая, мы рассказали это в университете, декану нашему, что вот квоты не заполняются, вот вы отправляете там по два человека в год. На самом деле, вы можете отправлять намного больше, потому что вот такая ситуация, квота всегда открыта. Ну, короче, все, по идее, кто желает, могут поехать. И я помню, что уже вот тогда со следующего года поехало пять, что ли, или шесть человек. По сути, вот насколько я, если я не ошибаюсь, то действительно все желающие уже поехали потом. Значит, вернусь обратно к своей истории, собрали мы все эти документы, получили мы свои визы студенческие, все хорошо, мы приехали в Китай, в Пекин. И учились мы в университете, который называется Пекинский университет языка и культуры. Вот мы со Славой учились в этом. Наша одногруппница училась в другом университете, но через дорогу от нас мы были все прямо такой кучкой. Это было очень классно, потому что я боялась быть одна. Я помню, что у меня прямо была тревожность очень сильная. Это было вообще первый раз в жизни, когда куда-то уехала одна. А тут я уехала на год. Все даже, даже в отпуск типа одна не ездила. Я ездила там с друзьями один или два раза до этого. Вот. Для меня это вообще был абсолютно новый опыт, и поэтому я была очень рада, что со мной рядом Слава и Вероника, наша одногруппница. Я, как сейчас, помню первый день, когда мы прилетели в Пекин. Я помню, что это был дневной рейс. Мы, там, не знаю, где-то часов 11 или в 12 дня в такое очень хорошее и удобное время сели на самолет в Желеметьево в Москве и полетели в Пекин вместе со Славой и с его старшим братом. Его старший брат тогда, если я не ошибаюсь, учился у нас в аспирантуре, потому что он тоже ездил в Китай по обмену, как мы. Прилетали мы в Пекин посреди ночи, насколько я помню, и Славин брат нам очень помог, потому что у нас была общага, то есть у нас все было оплачено, все было бесплатно, проживание, обучение, учебники, нам даже стипендию платили, 200 долларов, я помню. Это причем реально деньги, на которые можно было жить, в отличие от моей российской стипендии, на которую можно было один раз ее отметить в момент ее получения. Да, то есть нам полагалась общага, нам не нужно было платить за жилье, но посреди ночи в общагу ты не заселишься, в общагу заселяют днем. Мы были бедными студентами, все там ни за какие отели мы их платить не хотели, и вот Славин брат как раз тогда нас вписал в свою общагу. Я помню, что мы спали как-то там на полу, на каких-то матрасах, у него был какой-то надувной матрас, и вот мы, короче, все втроем спали в его небольшой комнате. Но у него была, да, комната из-за того, что он был аспирантом, у него была комната в общаге на него одного. И я помню вот этот момент, во-первых, меня провожали родителей Юра. Я помню, мы приехали заранее, сильно заранее. А, нет, мы приехали, наверное, нормально, просто эти рейсы почему-то в Китай всегда опаздывали. Почему опаздывали так конкретно, там часа на полтора, допустим? Я не знаю почему. Вот это был 2011 год, вот такая мода была опаздывать рейсом в Китай. И я помню, что мы очень долго сидели в этом аэропорту, и это был такой тяжелый момент, я просто рыдала, короче, все утром, мы обнимались с Юрой, я помню, он еще тогда остался у меня на ночь, чтобы с утра вместе с родителями поехать меня провожать. И да, я почти не спала ту ночь, я была какая-то разбитая, я плакала, мне вообще, я боялась, я не знала, что думать. Вот, потом, значит, они посадили меня на самолет, я летела в самолете эти 8 часов, я помню, Слава с братом сидели передо мной, и, короче, периодически я просто начинала рыдать, писала что-то в дневник, вообще, я пыталась осмыслить, что вообще со мной происходит, это у меня никак не получалось, ни секунды, вот, я помню, Слава периодически ко мне оборачивался, там, что пытался меня поддержать, нет, Слава был прям очень милым человеком, блин, спасибо вам огромное, честно, вот этот человек, который помог мне пережить этот год в Китае, потому что он был очень сложным. Да, я помню, мы долетели, это было 8 часов перелета, мой самый долгий перелет на тот момент, вот, мы долетели, мы выходим в Пекине, и мое самое первое воспоминание, мое самое первое воспоминание, я не могу дышать, вот, оно было настолько неожиданным для меня, и настолько пугающим, просто в Пекине, кто был, я, кстати, не знаю, как сейчас, может быть, это немножко улучшилось, потому что они, ведут вот эти вот программы по снижению выбросов, понятно, что воздух в Китае не стал чистым, резко, но улучшения были заметны, потом уже я расскажу, когда я ездила в Китай в командировки, улучшения были заметны, но в тот момент в Пекине постоянно висел смок и был запах, вот все, кто там был, они могут понять, о чем я говорю, запах, его очень сложно описать, он не то, чтобы прям противный, это не то, что там воняет, но он чувствуется, и он действует на нервы, ты не понимаешь, что происходит, вроде воздух нормальный, воздух и воздух, но вроде вот в нем есть что-то того, чего в нем не должно быть, вот такое ощущение у меня было в тот момент, и все это из-за того, что Пекин находится в низине, он окружен горами, а вот эти вот провинции, которые вокруг Пекина, там стали литейное производство, уголь и прочее, все это выбрасывает, значит, всякие частицы в атмосферу, а потом, значит, Пекин находится в низине, и вот, значит, все это опускается, вот туда, эти тяжелые частицы опускаются вот как раз в Пекин, и из-за этого смог был практически постоянный, то есть солнца очень мало было видно в Пекине, и я выхожу из самолета, и я реально, я понимаю, что у меня появляется какой-то животный страх за свою жизнь, думаю, я не смогу здесь дышать, как я здесь проведу год, если я не могу здесь дышать, то уже даже вопрос не о том, что там мне страшно, там, я не знаю, я буду скучать по семье и так далее, я не могу здесь жить, и я помню, что я просто была в каком-то коматозном состоянии, потому что я не выспавшаяся, я после этого перелета, я на эмоциях, просто я вообще ничего не соображала, мне было очень страшно, я помню, что ребята просто, я помню, Слава просто брал меня за руку и куда-то вел, и я такая, окей, хорошо, вот у меня есть взрослый человек рядом со мной, я чувствовала себя просто ребенком каким-то, ну вот это вот была максимальная деградация психики, вот до такого детского состояния, ей-богу, спасибо большое Славе, если бы не Слава, я бы осталась там же в аэропорту, мне кажется, я бы спала там где-то в аэропорту, просто на своих вещах, потому что я не была в состоянии вообще что-то решать, что-то делать, куда-то ехать, вызывать какие-то такси и так далее, ночь, незнакомый город, незнакомая страна, все радости жизни, вот, ну да, ребята меня довезли до общаги, я помню, уложились спать, я просто провалилась в беспамятный сон тогда, на утро мы встали, и стало чуть легче, то есть, все равно, я чувствовала тот запах, и так далее, он меня очень нервировал, но, по крайней мере, я понимала, что ладно, я не умру сегодня, я не умру от этого запаха, но у меня реально было ощущение, что, возможно, я просто отсюда сбегу через пару дней, или через неделю, я больше не выдержу, я уеду домой, потому что мне страшно, плохо, я не хочу здесь быть, вот, такие ощущения были, при этом, вот, кстати, в тот момент на меня было давление, в смысле, с одной стороны, у меня было давление с стороны родителей, я знаю точно, что, ну, наверное, они как бы не стали бы прям, на меня давить, если бы я хотела вернуться обратно, то есть говорить, нет, ты не поедешь, да, то есть, ну, они бы точно попытались бы меня убедить остаться там, и они точно были бы недовольны этим моим решением, то есть, вот было такое давление, я его чувствовала, оно не озвучивалось, но я его чувствовала, и было мое внутреннее давление, то есть, я как бы, ну, у меня было ощущение о себе, как о таком довольно, скажем так, я хотела, точнее, думать о себе, как о решительном человеке, о смелом человеке и так далее. И все вот эти вот эмоции, они вообще не согласовывались с моим внутренним образом себя. И я думала, что если я сейчас сдамся, то это, короче, будет прям позорище. Вот такими категориями я думала в тот момент о себе. Это нездорово, ну, не надо так делать. Как бы это нормально, когда вы боитесь, нормально давать место своим эмоциям и так далее. Но в тот момент я этого не понимала, поэтому я пыталась с ними бороться. Очень активно и очень неуспешно. Мои, значит, первые месяцы в Китае, Господи, ужасно, ужасно, честно, мне было страшно. Люди на улицах не говорили по-английски. Мне казалось, что я говорила по-китайски. Это ощущение быстро пропало. Потому что когда, допустим, одно дело мы вот, допустим, слушали аудирование какое-то, да, или там разговаривали друг с другом на занятиях по китайскому языку, мы разговаривали на то, что по-китайски называется Путунхуа. Это официальный китайский язык без диалектов, без наречий. В Пекине люди говорят с пекинским диалектом. И он не сильно отличается, но он отличается. Плюс в Пекин приезжает очень много людей. и очень много людей из деревень в тот момент приезжали в Пекин, которые говорили вообще с абсолютно разными акцентами и очень сильными акцентами. И мне просто даже вот, если я знаю слово, я его могу произнести, я его могу понять на аудировании и так далее, но мне говорит человек это слово, я его не понимаю. Я не различала, просто вот когда люди мне что-то говорили, для меня это был джибриш. то есть просто какой-то неразборчивый поток звуков. Я не могла из этого потока звуков выявить слово конкретное, даже то, которое я знаю. И вот такое было, наверное, около месяца. И проблема-то была в том, что вот сейчас вы подумаете, типа, а зачем тебе вообще с кем-то разговаривать? Есть Google Maps, есть там какие-нибудь китайские карты, есть то-се, есть приложения, переводчики, и все возможные сподручные средства для помощи в таком случае. Но нет, это был 2011 год. Мобильный интернет в Китае был, он был, но он был очень херовый. В России был плохой интернет мобильный в тот момент, а в Китае можно сказать, что его не было. То есть интернет был только дома. Плюс у меня, я помню, что как раз, да, в середине вот как раз моего обучения в Китае, я помню, на зимние каникулы приехала в Москву, и мне тут как снег на голову свалилась на меня очень значительная стипендия, именно я помню, я написала какой-то эсэй, вообще про него забыла, а тут мне выплатили эту стипендию, я купила на эту стипендию себе айфон четвертый, вообще, господи, моя жизнь изменилась, когда у меня появился айфон четвертый, ну, в плане того, что у меня появился там словарь китайский в кармане, доступ к интернету, там и прочее, короче, много всяких полезных программ, а тогда, я не помню, какой у меня был телефон, но какой-то хреновый, я помню, мне кажется, я купила в Китае какой-то телефон, какой-то, ну, типа смартфон или коммуникатор, как он тогда назывался, но, но он был, короче, не особо функциональный, не особо он мне помогал, я помню, у меня был электронный словарь китайский в тот момент, вот он мне помогал его, я с ним не расставалась, я вот, допустим, шла там в магазин, и я помню, что вот я видела там иероглиф, я не помню вообще, что это за продукты, вот это вот, что такое лежит на полке, я просто вот перерисовывала, я помню, там был стилус такой в этом китайском словаре, ты рисуешь этот иероглиф, он тебе переводит, электронный словарь, и вот я так понимала, какие продукты там продаются, плюс вот, допустим, я постоянно терялась, вообще не ориентировалась поначалу в Пекине, я, честно, вот без Славы, я, наверное, только через неделю начала без Славы в магазин ходить, который был в пяти минутах ходьбы от общаги, наверное, куда-то дальше я начала без ребят ходить, ну, может быть, по окончанию первого месяца, потому что были ребята, которые прям сходу ориентировались, так вот, Слава был такой, ну, Слава уже бывал в Пекине до этого, значит, мне сразу купил себе и мне эти, такую книжечку с автобусами, там было написано, какой автобус, куда идёт, маршруты на карте, я помню, что поначалу просто у меня эта книга, а там всё на иероглифах, эта книга, я просто вот смотрю в книгу, вижу фигу, вот примерно так это было, но там так, где-то через пару месяцев я уже была экспертом, я помню, что друзья ко мне приезжали, гости, вот я с этой книгой всё время с автобусами, я такая, так, нам нужно поехать туда, я, значит, открываю эту книгу, там что-то листаю, листаю быстро, вот так, нам надо сюда, нам надо сюда, вот смотри, карта, и там всё на иероглифах, у людей просто вот такие вот глаза расширяются постепенно, вот, ну примерно так же я смотрела на эту книгу, когда Слава с ней обращался, вот когда мы только приехали, и я помню, что вот я начала уже, когда сама выходить, куда-то ездить по прошествии месяца, я постоянно терялась, постоянно куда-то забредала, откуда я не знаю, как выйти, к метро или ещё куда-то, ну как бы можно было, конечно, вызывать такси, но, во-первых, денег было не так много, а во-вторых, таксисты пекинские, тоже такая целая история, сейчас-то у них все с навигаторами, у них всё хорошо, сейчас такой проблемы нету, но в тот момент в Пекине было очень много приезжих таксистов, которые не знали город, навигаторов у них не было нормальных, они ездили по картам, потому что интернета мобильного не было нормального, и таксист, который не знает город, вот если по району проехаться, они нормально тебя довезут, можешь быть уверен, а если тебе нужно куда-то подальше ехать, то ты говоришь таксисту, вот мне нужно туда-туда, ну как бы нормальный таксист скажет, допустим, если он не знает, он скажет, я не знаю, я не поеду, и всё. У китайцев, опять же, это вот в тот момент, в Пекине, я не знаю, мне кажется, очень сильно культура меняется постепенно, то есть это может быть сейчас такая стереотип, но в тот момент действительно это была очень частотная ситуация, когда ты говоришь, показываешь, значит, маршрут, смотри, адрес, говоришь таксисту, что мне нужно туда, он такой, угу, и везёт тебя вообще в другое место, и высаживает тебя там, когда ты ему говоришь, что мы вообще где, он такой, ничего не знаю, я у тебя привёз, всё пока, и связано это было с тем, что у китайцев есть такая вещь, потерять лицо, вот типа сказать, я чего-то не знаю, это значит потерять лицо, и они не хотели потерять лицо, поэтому им легче было, вот точно так же у людей на улице, спрашиваешь, как пройти туда, они если не знают, они не скажут, что я не знаю, они тебе пошлют вот в рандомную сторону, и скажут, вот туда, иди, и ты идёшь, 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 понимаешь, что ты, блин, уже давно идёшь, и что-то вообще не туда, а ты спрашиваешь ещё у кого-нибудь, они такие, а, нет, да это же вообще вот в обратную сторону вам, и вот ещё там пару километров, ты думаешь, блин, я помню, что, ну, довольно быстро к этому привыкаешь, я помню, что, да, потом дорогу я начала уже спрашивать, типа не доверяешь первому человеку, который тебе показал дорогу, ты переспрашиваешь ещё там, не знаю, вот человек четыре, допустим, независимо тебе покажут в одну сторону, тогда ты знаешь, ну, скорее всего туда, вот, ну, такие байки, конечно, про китайское время, ну, что я хотела сказать, что год был тяжёлый, реально, я там зачёркивала дни в календаре, я помню, до того, как вот сначала на каникулы я поеду, к родным, потом до конца обучения, но как бы в первую очередь, я помню, что я скучала по семье, наверное, в первую очередь, я скучала по Юре, потому что, когда я уезжала, я думала, что, блин, возможно, мы расстанемся, очень многие пары расставались, но побыв там недели две, я поняла, что, блин, я люблю этого человека, я хочу с ним прожить всю жизнь, вот, так неожиданно для себя я это поняла, и поэтому я безумно скучала всё это время, вот, год разлуки, господи, врагу не пожелаю, честно, с тех пор мы для себя с Юрой решили, что если в следующий раз мы куда-то едем, мы едем вместе, и вот так мы и делаем с тех пор, но что я хочу сказать, помимо того, вот этих всех трудностей, о которых я сейчас довольно продолжительно ныла, Китай для меня был просто открывающим глаза опытом, то есть вот у меня казалось, что у меня до этого были вот такие шоры, а Китай мне их снял, потому что, как я говорила, мы учились в университете, который назывался университет языка и культуры, и это такой необычный для Китая университет, потому что это типа как РУДН, если кто знает московский университет дружбы народов, где очень много иностранцев, то есть там вот в нашем университете было где-то примерно пополам, китайцев, иностранцев, студентов в смысле, а в других университетах, вот допустим, где я там Вероника, моя одногруппница училась, там был огромнейший университет на несколько тысяч человек технический, иностранных студентов у них было там что, 10, 20, то есть вообще, ну абсолютно незначительная часть, а у нас было огромное количество иностранных студентов, и мы все общались, и я помню, что я первый раз в жизни общалась с китайцами в том числе, но и с студентами со всего мира, то есть там были американцы, там были европейцы, там были филиппинцы, там были японцы, корейцы, малазийцы, там были ребята из Африки, и вот весь этот микс, и вот эти вот компании, где люди вообще абсолютно из разных мест, с разными бэкграундами, встречаются вместе и начинают общаться, это было такое, ну это ни с чем не передаваемый, ни с чем не сравнимый опыт, во-первых, это дало мне ощущение толерантности, просто вот что мы все абсолютно одинаковые люди, нас всех волнуют там одни и те же проблемы, с которыми мы сталкиваемся, ну в данный момент мы были там все студентами, мы все там ходим на занятия, мы все боимся экзаменов, мы там все, не знаю, стрессуем, мы все хотим прогулять занятия когда-то и сказать, пошло все нафиг и пойти на пицца, и так далее, но при этом мы такие разные, у нас такой разный бэкграунд, мы выросли в условиях, которые, ну даже сравнивать очень сложно, но мы все здесь, вот, и я говорю, вот во-первых, что мне это подарило, это ощущение толерантности вообще ко всем людям, ко всем культурам и так далее, во-вторых, когда я была маленькой девочкой, мне очень много рассказывали каких-то вот таких истин, истин, которые считались истинами в культуре, в которой я росла, в постсоветской культуре, и одно из таких истин, которые вот я впитала прям с детства, которые я вообще не оспаривала, даже не думала, что его можно или нужно оспаривать, это везде все одинаково, то есть мне говорили, везде все одинаково, ну типа чуть-чуть по-разному, но везде как бы на базовом уровне все одинаково. Вот это вообще вдребезги разбилось. Просто, наверное, первыми несколькими месяцами жизни в Китае эта установка разбилась. Вот, честно, у меня вот этот вот звук бьющегося стекла и ощущение, что мне всю жизнь, мне всю жизнь врали в глаза. Ну, я понимаю, что люди, которые мне это рассказывали, они сами в это верили, но это просто такая бесстыдная ложь, за которой, ну, может быть, есть то ли основания, но это абсолютная ложь. То есть я видела людей, которые жили, допустим, в условиях намного лучше, просто в разы лучше, чем я. Я видела людей, которые жили в условиях в разы хуже. Я видела людей, которые там в детстве с войной сталкивались, которые там вынуждены были бежать, там их родители, я не знаю. Я видела людей, которых там, я не знаю, были в заложнике и так далее. И при этом я видела, допустим, там американцев, которые выросли в богатых семьях, там всегда жили в домах, учились в хороших школах, которые все такие уже были на тот момент, говорили о психологии, говорили о ментальном здоровье, 2011 год и прочее. Честно, мне кажется, что из Китая я уехала другим человеком. Мне поменяло кардинально. И второе, что поменяло, если до этого я, если честно, думала, что я в России навсегда. У меня такое было ощущение, и оно основывалось на разных причинах. Одной из причин было то, что я думала, что я вот сейчас закончу университет, буду работать на благо страны, и все изменится, и все мы будем такие счастливые, и в России будет демократия, и вот я буду тоже этому способствовать, и прочие, прочие вот такие вот мысли у меня были. Но было еще и более такие приземленные, скажем так, вещи. Я думала, что мне сложно, ну, типа, кому мы вообще нужны. Вот еще одна остановка, которую просто в древесгии разбил Китай. Кому мы нужны? Типа, кому я буду нужна за границей? Как я вообще там устроюсь? И так далее. Ну, и я говорила, что я была вообще перепуганной напрочь девочкой, когда я приехала в Китай. И вот у меня было такое же ощущение, что вот куда бы я ни приехала, мне будет страшно, я там никому не нужна, я там умру от голода, и вообще все будет очень-очень плохо. Да, я разбил в древес это убеждение. Я помню, дошло до того, что вот если я приезжала в Китай и с мыслью, что я не уеду никогда из России, то в конце года я не хотела возвращаться обратно, честно. То есть я понимала, что вернуться мне нужно, то есть я всерьез не раздумывала о том, чтобы оставаться. У меня были некие тогда еще такие, скажем так, романтизированные слишком представления о том, что такое Китай, связанные с тем, что я жила на студенческом кампусе. Вот, я не понимала тогда, что такое Китай на самом деле. То есть мысли о том, чтобы остаться у меня были. Я не рассматривала их всерьез, потому что, ну, в первую очередь, мне, если честно, было жалко своего высшего образования, потому что я уже отучилась 4 года, была круглой отличницей, и мне оставался один год закончить, получить свой красный диплом, который я намеревалась получить тогда и получила. И мне было просто жалко выкидывать помойку эти 4 года и оставаться без диплома, и вот оставаться в Китае. Но мысли такие были. Ну, и второе, наверное, было то, что вот как раз, пока я была в Китае, Юра закончила университет, мы учились в одной группе до этого. И, как бы, теоретически он мог бы приехать ко мне в Китай, и вот мы могли бы жить там. И мы об этом разговаривали, но, как бы, чисто практически, ну, Юре в Китае было делать нечего, потому что я знала китайский. Я, кстати, да, я помню, по течение того года сдала на C1 уровень, экзамен. Это advanced, как lower advanced. Ну, есть C1, C2, они оба advanced, ну, вот это, типа, первый advanced, более легкий. И я могла бы найти там себе работу с этим языком, хотя тоже там был вопрос, типа, с разрешением на работу и так далее. А вот Юре было бы очень сложно, потому что, ну, он был только после университета, молодой специалист, ничего не умеет и не знает местный язык. Практически нереально было на нормальную работу устроиться. Ну, поэтому, как бы, да, я вернулась обратно в Россию, закончила университет, все дела. Но вот с тех пор в моей голове жила вот эта мысль о том, что, возможно, куда-то уехать. А Юра хотел уехать прям вот, ну, вы можете посмотреть его интервью на этом канале, он хотел уехать очень давно. И поэтому он меня 100% поддерживал во всех этих мыслях, что, ну, стоит куда-то уезжать. И дальше, получается, я возвращаюсь обратно в Россию, пятый курс. Я заканчиваю учебу и начинаю искать себе работу по специальности. Где-то, наверное, апрель пятого курса. Мы уже не учимся, то есть пары у нас нет. Мы пишем преддипломную практику и диплом. У меня довольно много свободного времени. Ну, я работаю параллельно. Как раз мне очень повезло, что моя преддипломная практика была оплачиваемая. Спасибо большое моему папе, который познакомил меня со своим бывшим боссом, который мне дал вот эту оплачиваемую практику. И тут, значит... А, я из Китая привезла несколько словарей электронных. Типа на продажу. Бизнес такой. Господи, хорошо, что я не привезла много этих словарей, потому что бизнес-идея была абсолютно провальная. От начала до конца. То есть она работала там за несколько лет до. Эти словари были действительно популярны. Но в тот момент появились айфоны. И на айфон можно было бесплатно поставить такой же словарь. На самом деле намного лучше. Поэтому, да, мне кажется, два или три этих словаря было на продажу. И вот там какие-то продались сразу. И вот у меня оставался один последний словарь. Их еще отец мой тоже продавал. И я помню, значит, звонит какой-то мужчина моему отцу, спрашивает про словарь. Отец ему говорит, вот, дочь продаст вам словарь. И, да, я, соответственно, радостная, что наконец-то я могу продать этот чертов словарь. Еду в офис к этому мужчине, везу ему словарь. Он, значит, берет словарь, отдает мне деньги. И тут такой говорит, а ты не хочешь, типа, остаться на чай? Я, говорит, мне интересно вообще, почему ты продаешь словари? Кто ты такая? Типа, откуда у тебя эти словари? И так далее. Такая, ну, ладно. Я сегодня вроде не это самое, никуда не спешу. Могу и поговорить. Вот. Ну, я рассказала, как я училась в Китае, что вот сейчас университет заканчиваю, там, и так далее. Он такой, о, говорит, у меня свой бизнес. У него, значит, бизнес, там, печатью они занимались. Говорит, мы сейчас с моей партнеркой едем в Китай на выставку. И нам нужен китайский переводчик. Мы, типа, всегда берем китайского переводчика там, но это, во-первых, дорого. Во-вторых, если работать с агентствами, во-вторых, они все очень ненадежные. То есть, там, часто действительно такое бывает, что вам считают китайского переводчика, а он потом, почему-то, его нету. И нужно что-то, как говорится, жопа в мыле, что-то искать сразу же. Он такой, может, ты не хочешь, типа, с нами сразу поехать в командировку на две недели в Китай. Я такая, вау. Типа, я только университет заканчиваю. А, я еще тогда отработала, я помню, до этого еще работала на стекольном заводе переводчиком. Там, приехало оборудование из Китая, приехали два китайских мастера, и вместе с русскими рабочими они собирали это оборудование. Ну, то есть, китайские мастера руководили этим всем. И я с ними тусовалась там переводчиком. То есть, мне нужно было обеспечивать коммуникацию между китайскими мастерами и русскими рабочими, когда одни другим объясняли, что делать. Если честно, мне казалось всегда, что я там просто для развлечения им всем, потому что мы там что-то угорали с этими русскими рабочими, прям с ними сдружились. А с китайцами я помогала обед заказывать. Во время работы они в основном на пальцах, если честно, договаривались, там какие-то эти формулы друг к другу писали, электрики, я помню. Вот электрики прекрасно друг с другом на формулах общались. То есть, я там была нужна вообще по стоку-поскоку. Еще бывало, да, бывало, когда культурный обмен происходил, когда там русские чему-то учили, китайцы там что-то рассказывали про свою родину. И вот я это все переводила. Ну, короче, да, мне, честно, казалось, что я там для развлечения больше работаю. То есть, ну, с точки зрения прям необходимости, мне казалось, они и так без меня выстроились. Вот, ну, вот это вот прям была моя самая первая, первая работа. Я была очень горда собой. А тут меня зовут в командировку. Я думаю, блин, во-первых, мне страшно, если честно. Мне было страшно. Но, с другой стороны, мне так хочется поехать. Это, я могу в резюме себе написать, что я была в командировке в китайской, блин, и закончив университет. Ну, вот, я помню, что я тогда, блин, меня разрывает между тем, что мне страшно с незнакомыми людьми куда-то ехать. И мне очень хочется. Я помню, я тогда поговорила с Юрой, поговорила с родителями. Они такие, вроде все, ну, типа, чего, езжай. Я поехала. Вот. Действительно, очень был полезный опыт. Я посмотрела, как эти выставки китайские изнутри выглядят. Я потом на следующей своей работе это было очень полезно, потому что я тоже ездила часто на выставки на разные. Я пообщалась, попрактиковала свой язык, который я начала, ну, немножко забывать за вот эти полгода, ну, даже больше, потому что у меня не было прям каждодневного общения. За меня везде платили. Я там жила в хороших отелях вместе с ними и прочее. Был один очень неприятный момент. Ко мне домогался мой босс, и это было прям в какой-то момент довольно стрёмно. Хорошо, что всё закончилось просто словами, попытками меня на что-то уговорить, и в результате я просто убежала к себе в номер, закрыла дверь, закрылась в номере, и, короче, на следующий день всё было нормально. Вот. Но я поняла, что мне эти ребята ещё предлагали с ними продолжать работать, я поняла, что нет. Вот это, кстати, такая тема. Ну, это был единственный реальный случай, когда вот было такое домогательство ко мне на работе. Но я бы поговорила, вообще, кстати, если интересно, пишите в комментариях, я бы поговорила на тему того, как женщины чувствуют себя в мужских коллективах, потому что практически всю мою карьеру я работала исключительно в мужских коллективах. Ну, и на самом деле опыт мой довольно положительный. То есть, вот по сравнению с тем, что я слушаю там от других девушек, у меня очень положительный опыт, ну, я бы с удовольствием поделилась им. Но сейчас не о том, вот я поработала, значит, на этой выставке, и потом я вот только заканчиваю университет, я ищу работу, я поняла, что с этими, естественно, продолжать работать не буду. Плюс еще потом они мне предложили зарплату такую, что я так рассмеялась им в лицо, я говорю, вы что, издеваетесь надо мной? У меня есть язык китайский и образование. Ну, я такая, я была самоуверенная немножко. я такая, я была, ну, скажем так, у меня была какая-то уверенность такая внутренняя, что вот я отличница, я, типа, знаю себе цену, я могу там найти хорошую работу. Хотя, с другой стороны, мне постоянно было тревожно, у меня постоянно была тревога, но я чувствовала вот эту внутреннюю уверенность. То есть, вот в моменте, типа, я думала, вот мне нужно найти за неделю работу, и вот это вот вызывало у меня кучу тревоги, но то, что я найду работу в принципе, в какие-то приемлемые сроки, я была уверена в себе. И поэтому, да, вот как бы я также немножко распальцованно, наверное, с ними тогда разговаривала, но с другой стороны, я говорю, я понимала, что мне просто противно было продолжать с этими людьми работать. И так, значит, после того, как я закончила университет или незадолго до, я стала активно искать работу, я устроила свою самую первую компанию. И вот это вот были такие, господи, какие же были классные годы, там, это была маленькая, такой небольшой стартапчик. Я когда пришла, там было, наверное, человек 10 вместе с работниками склада, может, 15. Компания занималась тем, что продавала мобильные аксессуары, в том числе защитные пленки на телефоны. и вот сначала я пришла просто, я помогала менеджеру по развитию, который, точнее, директору по развитию, там было два директора, один занимался продажами и бухгалтерией, второй занимался закупками, развитием и вот командировками в Китай. Он не говорил по-китайски, но он работал с китайскими партнерами все это время, и он как раз искал себе помощницу, помощника или помощницу со знанием китайского языка. И вот, да, я помню, что мы с ним один раз встретились на собеседовании, я помню, что мне очень понравился он, я очень понравилась ему, ему понравилось моё техническое образование, ему понравилось то, что я была в Китае год, ему понравилось то, что я уже ездила в эту командировку, и всё прям вообще так кликнуло. Я поняла, что мне с этим человеком очень комфортно, потому что он заканчивал Bauman, он был таким очень техническим человеком. Я помню, что мы прям с ним очень хорошо язык находили общий. И я начала там работать. Во-первых, вот это было классное ощущение вот этого стартапа. Мы все были молодые, мы все были заряжены энтузиазмом. Помню, еще я начала там работать где-то в мае, по-моему. Наверное, в мае не знаю, когда я университет закончила. Впереди было лето, а офис наш находился в таком скверике. Там был парк небольшой. И я помню, что мы чуть ли в какие-то моменты, мы чуть ли не каждую пятницу какие-то шашлыки жарили, дни рождения отмечали всех. Просто так пятницу отмечали. С гитарами там, с алкоголем. Я помню, что как-то я там до шести утра могла сидеть просто на улице у костра там горланить какие-то песни. Я еще тоже на гитаре тогда играла. Я тогда уже меньше играла, но чуть-чуть играла. Когда я напивалась, я вот с удовольствием набрала гитару и орала там уже пофигу. Попадаю в ноты, не попадаю. Вот. Были ребята, которые получше меня играли тоже. И вот прям незабываемое было ощущение просто какого-то, блин, студенческого лагеря, наверное, на этой работе. И работа была очень интересная. То есть поначалу я просто занималась закупками. Вот Андрей, мой руководитель, меня всему учил. Спасибо ему за это. То есть он мне действительно много дал с точки зрения того, как работает бизнес. И вот прям в маленькой компании, когда ты типа человек-мастер на все руки, потому что там в принципе мало людей, и тебе нужно заниматься большим спектром всяких разных задач. Помню, что мне это дало какое-то понимание, вот как это вообще все работает, как это все изнутри строится. И в Китай мы постоянно ездили. А потом мы начали не просто закупать все аксессуары из Китая, мы начали строить свою маленькую фабрику в Москве, которая как раз бы производила эти пленки. Это позволяло компании, во-первых, снизить издержки, мы только закупали сырье, потом, во-вторых, удовлетворять заказы. Там, допустим, вот когда, не знаю, наш какой-нибудь дистрибьютор говорит, что вот мне нужно завтра там, две тысячи пленок на айфоны, мы ему говорим через месяц, потому что их нужно заказать из Китая, они у нас закончились. А тут как бы с, допустим, с оборудованием мы могли бы действительно это сделать там в течение нескольких дней. И вот я помню, это была очень-очень интересная работа, реально мне нравилось. Мы ездили в Китай, выбирали это оборудование, потом мы ездили на разные заводы, смотрели, что они используют, какое лучше, чем они отличаются, там и так далее. Потом заказывали это оборудование, когда выбрали, перевозили его там с растаможкой, там понятно, я не занималась растаможкой, у нас была логистическая компания, но я была вовлечена в весь этот процесс, смотрела, как это все происходит, растаможка этого оборудования и так далее. Потом это оборудование приехало к нам. Я помню, они как раз взяли тогда инженера, человека, который стал руководителем производства в будущем. Вот мы вместе с ним, с Костей сидели, собирали это оборудование. Ну, точнее, я собирал Костя, я сидела с этим, с мануалом на китайском и пыталась ему что-то объяснить, с учетом того, что одновременно там, не знаю, с Википедией и со словарем, потому что я пыталась разобраться в терминологии. Костя лучше понимал, вот, в принципе, в этих механизмах он иногда мне что-то подсказывал. Такой, это может вот это? Я ему ничего не говорю. Такой, нет, это никакого смысла не имеет. Может быть, это вот так? Такая опять с словарем, с словарем. Ну да, наверное, так. Мы собираем, что-то не работает. Такой, блин, нет, не так. Опять нам пересматривают что-то, и мы опять собираем. И я помню, что вот и Андрей периодически директор к нам приходил, который по развитию, ему тоже было интересно со всеми этими механизмами разбираться. И у нас прямо вот такой вот гиг-кружок был. Типа из трех человек мы сидели. Я помню, это было безумно весело, прям вообще. Не, вспоминаю эту работу тогда с теплотой очень большой. Я помню, что мне казалось, что у меня вообще такая... Ну, мне уже Андрей начал доверять и давал мне очень большую свободу. Я могла там что-то придумывать. Я могла там давать какие-то идеи. И довольно часто, на самом деле, ему мои идеи нравились. И я чувствовала, что вот мне стоит только попросить... А еще там компания росла очень быстро. Мне стоит только попросить какой-нибудь бюджет, мне его сразу давали и так далее. В общем, сказка была. Не работа. Это был, наверное, конец тринадцатого года, начало четырнадцатого. И тут в четырнадцатом году происходит Крым. Компании очень повезло, что они закупили вот это оборудование, устроили свою фабрику, потому что в тот момент все банкротились. Все, кто был ориентирован на импорт, все банкротились. Потому что, оставляя за скобками все эти просто ужаснейшие события, происходящие в Украине, рубль обвалился в два раза. То есть наша национальная валюта стоила... Доллар стоил тридцать рублей, а стал стоить шестьдесят рублей или семьдесят рублей. Я это почувствовала прям сразу. То есть я почувствовала это и на своих деньгах так или иначе, потому что мы так старались переводить с Юрой деньги в доллары, в евро, потому что мы путешествовали просто. И намного больше я это почувствовала на работе. Просто у меня была интересная работа, где у меня были огромные бюджеты, ну как огромные, по моим меркам огромные, свобода, я могла креативить и так далее. Работа сразу же превратилась в скучную рутину, где у меня бюджет только на то, чтобы закупить необходимые материалы и все. Денег компании не было. У них были огромные долги поставщикам еще, помимо всего прочего, потому что мы так конкретно подзакупились перед тем, как рубль обвалился, а оплатили они со срочкой. И возвращать им это все нужно было по новому курсу. И это было, ну я думаю, что для компании это было ужасно. Ну вот эти владельцы, они так конкретно постарели за то время. Вот. Но для меня понятно, что намного меньше трагедии это было, но это была трагедия в профессиональном плане. То есть я из человека, который чувствовал себя очень важным, очень нужным человеком в компании, почувствовал себя просто каким-то инструментом, роботом, который вот делает какую-то механическую работу, которую абсолютно легко заменяем, которому ничего интересного на работе нет. И все это было так грустно, что мне кажется, что я была в депрессии тогда. Мне не дегностировали, но мне кажется, что так. И вот Юра рассказывал, что ему очень сильно ебало мозги в конце 2014 года. Это абсолютно правда. Я действительно каждый день Юре говорила, что нам нужно отсюда уезжать. Я не могу жить в этой стране и по политическим соображениям, и потому что просто вот этот момент, когда валюта обесценилась два раза, выбил у меня почву из-под ног. У меня было ощущение, вот как вот вы стоите на земле, у вас есть земля под ногами. Тут ее просто не становится. И вы летите куда-то в пропасть. И вы не знаете, что будет завтра, что будет послезавтра, как вообще в этом мире жить. Я знаю, что многие люди сейчас находятся в таком состоянии. И это ужасно. Это ужасно. Особенно, когда до этого была какая-то уверенность, прям такая, ничем, ну как сказать, вот это вот ожидание, оно всегда очень злую шутку играет, когда происходит что-то плохое. Чтобы было ожидание, что вот все, у нас, мы вроде как более-менее устроены, у нас появились деньги, мы начали путешествовать, мы вот задумывались об иммиграции так в лайтовом режиме и так далее. А тут просто вот выбивает почву из-под ног. И при этом еще и вот вещи, которые вокруг люди говорят, вызывают просто какое-то отвращение. Я не говорю, что мы говорили самые здравые вещи в тот момент. Мне стыдно сейчас очень за то, что мы сами думали по этому поводу в тот момент. Но люди говорили просто какие-то безумия. То есть люди оправдывали военные действия, люди оправдывали насилие и прочее. Вот. Я думаю, что это сейчас особенно людям очень знакомо. Я в этом плане, помимо всего прочего, понимала, что у меня нет никакого развития в карьерном плане здесь больше. То есть вот я была человеком, который занимался закупками, импортом, развитием бизнеса. Импортные бизнесы остановились развиваться. Я сходила на пару интервью, практически никто не нанимал. Я сходила на пару интервью и на этих интервью я поняла, что моя работа, которая у меня есть, она еще хорошая по сравнению с тем, что мне предлагают. И тут абсолютно волшебным образом Юре предлагают поехать и скрывать бизнес в Вильнюсе. Его компания. Об этом Юра подробно рассказывает на своем интервью. И вот так мы переезжаем в Литву. Потому что до этого у меня были мысли переехать в Китай на время. У меня бизнес-партнеры меня звали, потому что мне просто было очень тяжело находиться в России в тот момент. Мне хотелось хоть куда уехать. Как это знаете, вы уезжаете не куда-то, а откуда. Вот это был наш случай. Мы уезжали откуда и куда угодно. Но объективно Китай был плохим вариантом для Юры и для нашей семьи, как я понимала. Потому что объективно два работающих человека лучше, чем один работающий. И еще и новичок, который очень много уж совсем не заработает. Ну и как бы понятно, что Юре, помимо всего прочего, у него были карьерные амбиции. Им не хотелось сидеть, ни черта не делать, Китая. И поэтому вот в Вильнюс просто был какой-то счастливый билет, который Юра выиграл. Так же, как и гринкарт-лотерею позже в Америку. И мы уехали в Вильнюс. И я помню, я первое время оставалась на своей работе, которая была грустной, унылой, рутинной. Отнимала у меня час-два времени в день и не приносила абсолютно никакого удовольствия. Я ехала в Вильнюс в таком приподнятом настроении. Я наконец-то вырвалась из этого. Я в тот момент, если у меня была депрессия, я из нее вышла. Я ехала вся такая окрыленная. Я помню, что я еще первое интервью получила до того, как приехала в Вильнюс. И вот мы что-то разговаривали, мне там что-то завязывается. Я думаю, я вся такая знающая китайский. Сейчас меня с руками и ногами оторвут, потому что в Литве-то, наверное, мало людей знает китайский. И это правда. Но там и он никому не нужен. Я об этом рассказывала в видео про свою финансовую карьеру. Раньше вот можете послушать. И, наверное, да, как бы дальше уже история идет про мою финансовую карьеру, где я рассказывала в предыдущем видео, как абсолютно случайно, когда я уже отчаялась. Мне кажется, я тогда сказала, что приехала в январе 2015 года в Вильнюс. Но нет, я приехала в феврале 2015 года. Юра переехала в январе, я приехала на месяц позже. Работать я начала вот в своей новой компании в финансах в октябре. То есть вот полгода я как бы имела работу на бумаге, но я не считала это за какую-то хорошую работу или работу, которая меня устраивала. Я работала мало, я не разбивалась. Зарплату мне тоже еще порезали, потому что я ушла на удаленку. И вот у меня было, да, я помню, что в Вильнюсе после вот этого периода эйфории опять же пришел период, ну если не депрессии, то тревожности, неуверенности в себе, ощущение, что я, ну вот опять же, нет этой почвы под ногами, я не знаю, никто меня не хочет брать, я отправляла резюме везде. Ну и вот тогда как раз мне посчастливилось встретить вот эту компанию, рейдерское отделение банка BTG Pactual, которые согласились меня взять, попробовать. И вот я начала с ними работать тоже благодаря своему китайскому языку, то есть им нужен был аналитик со знанием китайского, чтобы читать китайскую прессу. Тоже подробно об этом рассказывала в видео про свою финансовую карьеру, не буду повторяться. Китайский язык мне тогда дал большой буст к этому. И я когда работала в финансах, я очень много ездила в командировки. И вот тогда уже, я помню, я вот до самого, до самой начала пандемии я как раз была инвестиционным аналитиком и анализировала рынки металлов, угля, базовых металлов, стали, алюминия, меди. Китай является огромным рынком сбыта. Во многих металлах это больше половины мирового рынка потребления. Поэтому я часто ездила в Китай. Я ездила в Китай, наверное, ну если не каждый квартал, то минимум два раза в год я ездила в Китай. И я объездила огромное количество провинций, потому что там в каких-то провинциях закрывались производства из-за борьбы за окружающую среду, в каких-то наоборот они переносились вглубь страны, в более удаленные провинции. Там они развивались. И вот каждый, скажем так, каждый полгода была какая-то новая тема, что там происходит, какой-то новый металл, который интересовал в тот момент, или какая-то новая регуляция, чтобы посмотреть, как это все работает, или, допустим, рынок строительства непонятно было, то ли он ускоряется, то ли он замедляется. И вот я ездила на места как раз смотреть, как это все происходит. И объездила я очень большую часть Китая каждый год. И это тоже, на самом деле, мне очень много дало, мне кажется, с точки зрения ощущения, понимания жизни, понимания, чем страны отличаются друг от друга, понимание, как может изменяться жизнь и так далее. Ну, то есть, например, я могу сказать, что Китай вот 2011 года, когда я жила в Пекине, и Китай, там, я не знаю, как он, 2017-2018, когда я активно путешествовала, это вообще две разных страны. Настолько был вот этот вот рост экономики, настолько он сказывался на жизни обычных людей. То есть, там, я не знаю, где была деревня, там вырастал здоровенный город буквально, там, я не знаю, на промежутке пять лет. Люди начинали жить, зарплаты росли безумными темпами. Это мне говорили мои китайские партнеры, это мне говорили мои бывшие одногруппники, которые остались там жить, вернулись. Во-первых, вот за этим всем было наблюдать интересно. То есть, вот я видела вот это вот китайское чудо, как говорят, своими глазами. Во-вторых, я четко понимала, когда я ездила в Китай, и вот, допустим, я жила в Европе, я смотрела на Россию, мы плюс путешествовали, я четко видела различия, что такое демократическая страна, что такое авторитарная страна. И авторитарная страна, что такое авторитарная страна, где нет никакого экономического роста, и люди живут все хуже, и что такое авторитарная страна, где где есть экономический рост, и люди заряжены этим. Как люди могут закрывать глаза вообще на всякие разные вещи, которые происходят в стране, просто потому что каждый год они живут лучше. Потом Китай начал замедляться, и я тоже видела, как постепенно начинает трансформироваться вот это общественное мнение, как люди начинают все больше замечать каких-то вещей, которые происходят в политике, когда они понимают, что их доходы больше не растут так, как они росли последние 10 лет. Или я видела, как, допустим, авторитарное правительство, которое начинает вести себя, когда у него замедляется экономика, как оно начинает там все больше и больше жестить. И как, несмотря на то, что какие-то люди начинают обращать на это внимание, какие-то люди все продолжают быть слепы к этому, потому что они нормально живут, у них все хорошо, они живут в своем пузыре. Вот. И, наверное, вот, да, Китай помог мне видеть это все с разных сторон. То есть, как бы я, понятное дело, довольно много интересовалась Россией, несмотря на то, что мы уехали, до сих пор интересуюсь Россией, тем, что там происходит. И меня это просто вымораживает, вводит в ужас очень давно. Причем, как бы, да, ну, я знаю, что я это воспринимаю немножко по-другому, нежели чем люди, которые живут там, потому что, когда ты находишься вне этой страны, и при этом читаешь в основном только оппозиционную повестку, ну, не повестку, а новости, которые доносит оппозиция, оно все равно, да, получается немножко однобоко и, как сказать, заставляет думать, что все хуже, чем оно есть на самом деле в моменте. Но на долгом сроке оно все на самом деле еще хуже, чем я думала. Но Китай позволял мне видеть это и с другой стороны. То есть, видеть еще один пример авторитарной страны и как там ли живут люди, насколько они довольны или недовольны и так далее. И в то же время, да, это приводило к каким-то периодически вообще к каким-то криповым историям, если честно. Я помню, что, например, году в тоже 17-18 мы путешествовали по Китаю с моей партнеркой из другой компании, с китаянкой, которая, ну, вот у нас были встречи там с разными компаниями, мы путешествовали по провинциям. И мы приезжаем в провинцию Синьдян. Это самый запад, получается, Китая, граничит с Казахстаном и, по-моему, с Казахстаном точно, в смысле тоже, если я не ошибаюсь. И там довольно большая часть населения – это мусульмане, ульгуры, и вот там очень большие на этой почве этнические конфликты. И китайское государство не особых любит. И поэтому очень много нарушений прав человека там происходит. Но это такая провинция, где существует социальный конфликт, и он прям очень явно виден. И я не совсем осознавала это до того, как я туда приехала. Мы прилетаем в город Урумчи, это столица провинции. Нас забирает на машине водитель. Это довольно такая частая вещь в Китае. Если тебе организуют поездку, то там есть и водители. Значит, нас забирает водитель вместе с китаянкой. Она тоже первый раз тогда, она из Шанхай. Она первый раз в Урумчи. И мы едем, значит, в такси, что-то с ней болтаем. И думаем о том, что вот там вечер, надо куда-то сходить покушать. Думаем, куда, значит, пойти покушать, недалеко от нашего отеля. И, значит, таксист нам такой слышит наши разговоры и говорит... В смысле, не таксист, а водитель наш. Говорит, девушки, может, вы не будете никуда из отеля сегодня выходить? У вас, типа, в отеле есть ресторан, может, вы там покушаете? Мы такие, а что такое? Типа, там, не знаю, 7-8 часов вечера. То есть только начинает темнеть. Ну, как бы, вроде все окей. Он такой, здесь очень опасно. Вам не стоит ходить одним даже вот в ближайший ресторан. И, пожалуйста, не выходите вечером из отеля. Он говорит, ну, если вы очень хотите кушать, если вы хотите, я могу вас отвезти сейчас в ресторан. Я тогда посижу с вами, подожду, пока вы покушаете, и отвезу вас потом в отель. И мы такие, ну, нет, ну вы что? Типа, я понимаю, что у человека там своя жизнь, мой, может быть, хочется там и так далее. Вот, как бы, зачем нам, чтобы он сидел с нами в ресторане? Мы такие, да не, не, не надо. Ну, то есть, окей, не будем выходить из отеля. Ну, особенно, если там есть что покушать, ладно, нам вполне этого хватит. Мы такие, ну, а только в чем дело? Типа, почему? Он говорит, ну, во-первых, женщинам не стоит вечером находиться одним на улице. Потому что с женщиной может произойти там всякие плохие вещи. Не знаю, на что он намекал, на изнасилование или нападение, потому что женщина более слабая или на что. Вот. Он говорит, а плюс еще у нас бывают теракты. То есть, иногда что-то взрывают. И вы можете просто попасть в теракт. Он говорит, это частая история. Это происходит там с какой-то периодичностью. Я не помню сейчас с какой, я не буду врать. То есть, ну, не каждый день. И мы такие просто в шоке. Ну, то есть, мы знали, что там есть некая социальная напряженность. Но мы думали, что она, ну, не в центре столицы. Что она может быть, ну, где-то. Я не знаю. Ну, люди там, стычки какие-то происходят, еще что-то. Но то, что мы не знали про теракты, мы не знали про то, что опасно быть в центре большого города. Я это первый раз видела. Потому что в Китае вообще, чаще всего, абсолютно безопасно. Я помню, там, в студенческие годы в Пекине, я там 4 часа утра с дискотеки, такая вся пьяная, довольная. Там, иду одна, ну, уже когда я пообжилась и перестала бояться, что я заблужусь, одна, ору какие-то песни себе в наушниках, вообще ничего не слышу. И я чувствовала себя вообще безопасно. Я была уверена, что со мной ничего случится. Но что еще есть такая вещь, что в тот момент был какой-то небольшой иммунитет за счет того, что иностранец, даже вот такие вот гопники, местные криминалы, они не любили докапываться до иностранцев, потому что они понимали, что это может теоретически плохо закончиться для них, типа, какими-то разбирательствами с посольством и так далее. И, ну, были какие-то громкие случаи такие, когда нападали китайцы на иностранцев, и потом это все раздувалось просто в какой-то ужасный конфликт международный. Вот. И поэтому они побаивались. Они скорее, ну, если им хочется до кого-то докопаться, они докопаются до китайцев. Вот. А тут такое. И, наверное, таких историй, ну, прям такая была одна, но были тоже разные, разные истории, которые просто показывали мне, какая бывает жизнь разная. И мне кажется, что это все сформировало меня, мое вероозрение сформировало меня такое, вот, как человека. Я никогда, ну, допустим, не использовала китайский как вот, типа, это не было моей профессией, у меня была другая профессия, язык, он прилагался. Но он открывал мне очень большие двери. И из-за того, что это был необычный язык, он мне давал некое конкурентное преимущество перед другими. Вот сейчас, с тех пор, как начался ковид, и потом мы как раз тоже переехали с Юрой в Америку, сейчас работаю в Амазоне, моя работа уже еще не связана с китайским, мне кажется, я его наполовину забыла. Ну, я, если начну говорить, наверное, я что-то смогу говорить, но явно не высший уровень там какого-нибудь элемента ребазового. Вот, сейчас он мне уже не нужен. И сейчас, мне кажется, со временем языки все, кроме вот какого-то одного, ну, наверное, скорее всего, английского, будут постепенно, ну, их необходимость уменьшаться, потому что появляются там разные виды перевода, там вы можете уже сфоткать, там перевести по картинке, есть перевод, допустим, когда там субтитры, допустим, на мои видео делаются английские автоматически, и прочие такие вещи. Ну, технологии развития там искусственного интеллекта, возможно, будет уменьшать необходимость людей знать большое количество языков. Но в тот момент действительно открыло мне большой мир. И в Китае плюс еще, да, сейчас вот, ну, чем больше я путешествовала, тем больше я увидела, что, особенно в больших городах, люди все чаще говорят по-английски. Когда я приехала в Пекин, я говорю, очень сложно было найти человека, который говорит по-английски. И поэтому, как бы, без языка, как немой, по сути, вы не можете общаться с людьми. Наверное, из этого видео не будет никаких выводов, просто моя история, которую я хотела с вами поделиться. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, делитесь своими историями, очень интересно их будет почитать. Вот, подписывайтесь на канал, если вам нравится. Смотрите этот подкаст, смотрите другой подкаст. «Сказки для крипов» называется «Наш с Юрой», где другого вида вопроса мы обсуждаем. Хотя тут тоже, вот, я довольно много сегодня говорила о ментальном здоровье, о каких-то вот таких вот вещах, о влиянии на жизнь, о взрослении, развитии и так далее. Так что, мне кажется, весь контент перекликается. С Юрой просто это больше, там, такой, Юра любит пошутить, Юра такой более компанейский человек. Я была рада очень вас видеть. Спасибо огромное всем, кто подписывается. Я очень рада, меня это мотивирует. Оставляйте лайки, комментарии. Делитесь этим видео с вашими знакомыми, если вы думаете, что оно может быть кому-то полезно. Я буду очень рада. Это очень поможет развитию канала, потому что он маленький, и мне бы хотелось, чтобы он как можно быстрее рос. Спасибо вам огромное, хорошего вам дня, вечера, утра, любого времени суток, и пока!